Дорогие друзья, дорогие партнеры, мы вновь начинаем голосование и обсуждение на телепроекте «Пышка. Худеем вместе». Мне сегодня хочется вынести на ваш суд и услышать ваше мнение вот об этой девушке, Елена. Мне хотелось бы узнать, поскольку вы с ними общаетесь с участницами очень часто, действительно ли это так, действительно ли она покинула проект, потому что ей нужно было уехать в другой город, и как она себя показала на проекте? Ален. К сожалению, мне об этой участнице даже совершенно нечего сказать, потому что я ее на своих занятиях не помню. Была она вообще, не была. Возможно, просто я ее не запомнила. Что сказать про Лену? Девушка с очень хорошим потенциалом, но как-то вот все у нее не сложилось ни с участницами самого проекта, хотя очень хорошая команда подобралась в этот сезон. Я думаю, что на твоих уроках мало кто так сопротивляется и говорит «я знаю как», как у Тамары Петровны. Как у тебя, что я видела с этой участницей? Ну, к сожалению, Лена ни на одном уроке не была. Она также, в общем-то, заявляла, что очень хочет и хочет записаться, но, к сожалению, я ее ничему не обучила, вот поэтому я ничего не могу о ней сказать, ни хорошего, ни плохого, вот. То есть, абсолютно. Я знаю, что хотела, но не пришла. Есть такой тип людей, психологам они знакомы. Мы их так ласково называем между собой – охотники за скальпами психотерапевтов. Кто такие люди? Они приходят на абсолютно любое занятие, неважно, макияж – это психолог, это фотопозирование, с одной единственной целью – доказать, что ваша техника девушке не работает. Она работает на ком угодно, но в этом человеке это не сработает. Чем обусловлен данный тип личности? Как правило, это сочетание низкой самооценкой и завышенные уровни притязаний, завышенное самомнение, я бы даже сказала, которое у Лены, оно присутствует. Под присмотром специалистов Лена, я боюсь, не сможет похудеть, даже в тот момент, когда лишний вес станет опасным для ее жизни. Оль, ну и самостоятельно-то не получается, как мы видим. И самостоятельно не получится. Ведь здесь, насколько я помню, она пришла и сказала, мне нужно потерять около 30 кг. Да, там были задачи. Это ведь очень прилично. Это прилично, но своих знаний у нее нет для снижения веса, а слушать остальных у нее нет желания как такового. Нет желания получать, переваривать, применять новую информацию. Повторюсь, смысл прихода таких людей, я тоже регулярно их на своих группах встречаю, только один – доказать, что ваша методика не работает. Все. Может быть, это не сознательно говорится, но в подсознании программа именно такая – доказать свою некоторую уникальность. Почему я заговорила о заниженной самооценке? У человека нет ощущения своей собственной уникальности. Хочется, чтобы участницы, если и пришли на проект, если они все-таки допустили эту мысль, что им профессионалы помогут, а профессионалы действительно помогают, поскольку мы видим у всех потрясающие результаты, чтобы они доверяли им. Дорогие девушки, мы хотим вам действительно помочь, и мы помогаем. Главное, чтобы вы были с нами, а не против нас. Я напоминаю, что вы смотрите телепроект «Пышка. Худеем вместе». Будьте красивыми, стройными и, самое главное, здоровыми. Оставайтесь с нами и присоединяйтесь к нам в новом сезоне. Девушки продолжают заниматься йогой, чтобы привести в баланс и тело, и душу, и разум. Посмотрим, что нового предложит нам «Йога Тайм». Здравствуйте. Сегодня мы работаем с несколькими силовыми нагрузками в йоге для того, чтобы вызвать внутреннее напряжение. И затем это внутреннее напряжение будем через дыхание распределять внутри нашего тела, создавая новое переживание телесное и ментальное, умственное. Это необходимо для того, чтобы прочувствовать прозрачность в теле и ощущение лёгкости формы и ощущение здоровья, гармонии и комфорта. Для этого будем использовать ещё и медитацию. Теперь закройте глаза, пожалуйста. Слушайте звук чаши. Настраивайтесь на работу. Почувствуйте, как тело исчезает, а остаётся дыхание. Всё ваше внимание уходит в дыхание. Для наглядности вы можете представить, что вы находитесь в воде, под водой. Вы вдыхаете эту воду, и тело постепенно перестаёт ощущаться. Плотность вокруг воды чувствуется, а ощущение тела исчезает. Итак, отслеживаем дыхание, вдох в живот, выдох во всё тело, в суставы. На ширину плеч, ноги, вытягиваем носочки, тянем, 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 тянем. Приподняли таз, настроитесь на нагрузку. Держим, держим. Мах правой ногой вверх. Выдох. Пробуем, пробуем, выдох. Пробуем, выдох. Пробуем, выдох. Выдох. Мах левой ногой. Держим, держим, держим. Мах, выдох. 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 Вытягивайте позвоночник. Тихо, тихо, сосредоточьте. Внимание. Стопа к стопе. Тяжело, я знаю, очень тяжело. Надавили локти на бёдра. Таз раскрыли. Держим, держим. Вы же всё можете, конечно. Да, всё, надо всё прорабатывать, всё абсолютно. Если полностью можете выпрямить ноги, хорошо. Нет, значит, как можете. Пожалуйста. Закройте глаза, вдох в живот, выдох в спину, в заднюю поверхность бедра. Цветовая гамма, ощущения, плотность, любые, доступные вашему вниманию, вашему ощущению, воображению. Выровняйте внутри себя правую и левую сторону. Вращение живот через стороны вверх, через стороны вниз. Живот через стороны вверх, через стороны вниз. Дыхание свободное. Мах вверх, выдох, выдох, колено прямое, выдох, спина работает, выдох. Внимание на третий глаз. Точку между бровями прочувствовали и ощущение прозрачности. Тело нет, тело прозрачное. Держим, локти выпрямили, носочек тянем, колено прямое, мышцы спины напряжены, держим. Опустили, хорошо. Держите точку между бровями, представьте, что вам 18 лет. 16 лет. Руки на колено. Прогнулись. Прогнулись. Наклон вперед. Выдох. Да, конечно, обязательно. И возвращаем ногу на место. Садимся перед собой ноги. Отдыхаем. Итак, восстанавливаем дыхание. Сегодня занятие ведет Виталий. Мы с нетерпением каждую неделю ждем, чтобы как раз попасть на его занятие. С удовольствием прихожу на занятие йога. Он учит нас гармонии души и тела, спокойствием. Вот, как я и говорила, что в этом ритме нашей жизни занятия йоги нам очень нужны. Итак, наше занятие сегодня заканчивается. Я вам желаю успехов в вашем развитии. Помните, что йога — это, прежде всего, система комплексного совершенствования. Это совершенствование и тела, и души, и духа. Я вам желаю на вашем пути новых открытий. Будьте здоровы и всего вам хорошего. Не забывайте, что есть и приятный способ снижения веса. Это посещение Slim Club. Сегодня мы будем знакомить вас с ключом. Мы говорили все время, все эти дни, когда мы с вами занимались, все эти месяцы, что наш организм есть система саморегулируемая. Мы еще шутили, что это система самовосстанавливающаяся. И мы с вами вспомним, что, например, кожа человека полностью меняется за 28 дней. Представляете, как хорошо работать по коже? И мы с вами замечали, что, несмотря на то, что вы теряли очень хорошие объемы, при правильном подходе, при контроле специалистов Slim Club у вас у всех кожа просто в идеальном состоянии. Правда? Это вот из-за этого, что система восстанавливается сама так, как надо. Главное, правильно ей управлять и прислушиваться к своему телу. Сердце, например, девочки, у нас вырастает за всю жизнь 2-3 раза. Полностью. Представляете? А сегодня я хотела вас познакомить с замечательным специалистом, который к нам приехал из Санкт-Петербурга. Ирина Сутерминой. Это очень известный специалист в области психологии. Меня зовут Ирина Сутермина. О чем же я хочу сегодня с вами поговорить? Есть такая удивительная методика. Называется она «Ключ». Обычно говорят «Найди ключ к себе», «Познай себя». И это в самом деле ключ к себе. Она создана для космонавтов, чтобы они здесь на Земле смогли ощутить состояние левитации, полета. И путем достаточно сложных вещей это было связано. Эмпирически как-то подошли к этому. Аудио, аффирмации кто-то знает. Можно часто-часто что-то говорить, что-то там произойдет. И создан этот ключ. Вы знаете, что у нас есть левое полушарие и правое полушарие? Одно отвечает за логику, второе отвечает за что? За творчество. За творчество, за образы. За образы. А что такое логика? Что дает нам логика? Что делает логика? Мысли дает, да, логично? Но оно нас ограничивает в чем-то. Оно хочет проконтролировать все. Так вот, ключ – это система саморегуляции, когда снимается блок левого полушария и снимается контроль. И тогда, вот, проходит в нас импульс, который позволяет привести тело в движение. И тело начинает делать то, что ему надо. Вот если у вас сейчас, там не мысль, там я покажу вам. Там это достаточно, она очень гениально проста, эта методика. И когда человек входит в это состояние, тело начинает само двигаться. Если вы слышали что-то подобное, например, это спонтанный танец. Говорят, раз, отпустил тело, оно танцует. Ну, очень похоже, но это часть вот этого ключа. И в этот момент, когда вы входите в это состояние, во-первых, у вас отключаются мозги. Ну, перестает работать этот бесконечный мусорный бачок в голове, который что-то перемалывает. В этот момент наступает пустота, пауза. И, можно сказать, даже подумать не о чем. Многие практики йоговские, например, добиваются этого состояния годами. А здесь это происходит буквально вот на раз, два, три. И тело приходит в движение. И оно начинает, первая задача у тела, это лечить себя. Чтобы командовать телом, вначале надо его послушать. Как только вы научились его слушать, дальше можно командовать. Не командуйте раньше, пока не научитесь слушать. Велны Студия Слим Клаб. Идеальное место, чтобы мечта каждой женщины о красивой фигуре превратилась в реальность. Никаких диет, изнуряющих тренировок, медикаментозных средств и пластических операций. Прессотерапия, инфракрасное тепло, электростимуляция мышц, виброплатформа, спа-программы и ритуалы красоты – Все это Слим Клаб, Кувыкина 5, телефон 256-42-21. Партнеры реалити-проекта «Пышка», Центр снижения веса доктора Барменталь, Фитнес-клуб «Реформа», Модный дом «Претензион», Визажист Алена Перова, Велна Студия, Слим Клаб, Глобус Гурман, Йога Тайм, Клиника Эксперт Уфа, Центр вертибрологии и ортопедии, Клиника Бабыря Уфа. Клиника Эксперт Уфа